Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ОТВ. В студии Ирина Звягинцева и в начале выпуска о короткой о главных темах. В наслаждение все были. Все. Полностью здесь участвовали. Все было засажено. Большая вода. Аварийные службы Южно-Сахалинска пытаются устранить последствия порыва водной магистрали. Поторопиться стоит, потому что на некоторые даты мест уже нет. В Москву за полцены сахалинцы раскупают субсидированные авиабилеты. Те, кто всегда в поиске. Островная делегация побывала в Хабаровске на слете поисковых и военно-патриотических отрядов. Праздник вкусной рыбки в Краеведческом музее впервые отметили День корюшки. Футбол возвращается. Клуб Сахалин завершает учебно-тренировочные сборы. Получили высокую оценку. Аграрные и туристические объекты Сахалинской области посетили представители агентства стратегических инициатив во главе с генеральным директором Светланой Чупшевой. Делегация высоко оценила достижения совхоза тепличной, который использует в производстве продукции самые современные технологии. Всего за несколько лет одно из ведущих хозяйств страны совершило мощный технологический прорыв. На площади 8 гектаров был построен современный комплекс по выращиванию овощей защищенного грунта. По масштабу и технологиям предприятие не имеет аналогов на Дальнем Востоке. Тепличный, ставший резидентом Тор Южная, ежегодно выпускает около 7 тысяч тонн свежих овощей. Совхоз практически полностью обеспечивает потребности сахалинцев и курильчан. В сезон массового сбора излишки продукции поставляются в другие регионы Дальнего Востока. Здесь, конечно, я считаю, что этот проект нацеленный в том числе на повышение качества жизни людей, которые здесь живут, которые могут круглогодично иметь у себя на столе свежие овощи. Я думаю, что для Дальнего Востока это очень серьезный инвестиционный проект. Делегация посетила также спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» и еще один аграрный объект в окрестностях села Троицкого. Компания «Гринагра Сахалин» – еще один резидент территории опережающего развития Южная. Завершается здесь строительство животноводческого комплекса. Губернатор Олег Кожемяк отметил, региональное правительство продолжит совместную работу с агентством стратегических инициатив по целому ряду направлений. Для реализации послания президента необходимы серьезные изменения российского законодательства. К такому выводу пришли депутаты Нижней Палаты парламента после детального анализа выступления главы государства. Напомню, 1 марта Владимир Путин обратился к Федеральному собранию и обозначил ключевые направления развития страны. Депутаты уже подготовили 360 предложений. Во-первых, это социально направленные законопроекты по повышению качества жизни всех россиян. Во-вторых, это комплекс законопроектов по стимулированию экономической инфраструктуры страны и поддержке отечественного бизнеса. Несомненно, в-третьих, это вопросы укрепления обороноспособности страны. Предполагается, что основные законопроекты в Государственной Думе будут приняты до конца июля, а в целом работа по реализации послания завершится в течение года. Воду дали, а течь не устранили. В частном секторе Южно-Сахалинской из-за аварии на центральной магистрали продолжают тонуть участки. Порыв произошел еще 29 марта и лишил водоснабжения центральную часть города. Спустя полтора дня воду снова дали в дома, но на месте ремонта из-под земли продолжает бежать техногенный ручей. Остается ли спасение утопающих делом рук самих утопающих, узнала Александра Накипова. Водную магистраль прорвало рядом с участком Николая Полякова. Струя из 80-сантиметровой трубы под полным напором смела на своем пути с начала ворота, а следом многолетние насаждения хозпостройки продуктовые запасы пенсионера. Его соседи вообще эвакуировались. На брешь в трубе наложили хомут, но до конца проблему он не решил. Сейчас по протаренной дорожке продолжает бежать техногенный ручей. Целый день большим давлением текло. Никто ничего не мог, никому ничего не надо. Здесь стояли работяги, было куча народу. Было очень много начальников. Все стояли трепетно. Смотрели, как три работника самоотверженно лопатами пытаются выкопать яму. Оголить трубу. Но технической мощности просто не хватало, потому что всего было две водовозки, которые откачивали. И вот сзади стоящий трактор. Он постоянно ломался. Работа осложняла обилие снега и ширина дороги. Технику подвезти было невозможно. Снег счистили. Теперь потопа боится еще одна жительница района. Вот отсюда очищали воду, чтобы машины ставить. И все сгрузили здесь. Я поплыву. На время ремонта обезвоженными остались несколько районов города. Жители пострадавшего участка шли к соседям, у которых есть свои скважины. Я набираю воду. Сюда подходят нуждающиеся. И берут отсюда воду. Другие скупали живительную влагу по магазинам. Воды нету. У вас дома кушать, готовить надо же. Воду всю. Попавшие под ограничения социальные учреждения водой обеспечил город. В 12-м часу осуществился подвоз к детскому саду. Мы затарили все опять баки, емкости и работали. Заказать подвоз воды могли и жители многоквартирных домов. Однако мало кто об этом знал. Сейчас ограничений водоснабжения по Южно-Сахалинску нет. Бригад на месте аварии в полдень 2 апреля тоже не было. Пока идут подготовительные работы. Будет авиадоставкой. В течение 2-3 дней доставлен промышленное изготовление хомут, который в конечном итоге, когда мы будем готовы, это будет скорее всего к концу недели, мы продолжим работу и уже устраним утечку окончательно. А пока рябь на новом озере красноречиво говорит. О решении проблемы рапортовать рано. Александра Накипова, Максим Махин, телекомпания ОТВ. Социальные пенсии стали выше с 1 апреля. Ежемесячные выплаты проиндексированы на 2,9%. На эту же цифру вырос прожиточный минимум. Для сравнения, в прошлом году индексация была проведена на 1,5%. Средний размер социальной пенсии в начале года составил 11,5 тысяч. Сейчас сумма поднялась на более чем 300 рублей. На сегодня число получателей социальной пенсии в Сахалинской области превысило 11 тысяч человек. Это социальные пенсии по старости. Это для тех лиц, которые не заработали страховые пенсии. Мужчины 65 лет и женщины 60 лет могут быть получателями социальных пенсий по старости. Это получатели по случаю потери кормильца. В их числе также люди с ограниченными возможностями здоровья, включая детей. У этой группы населения размер пенсии составляет более 17 тысяч рублей. Сумма варьируется в зависимости от района проживания. Одновременно с индексацией социальных пенсий повысились и другие выплаты по государственному обеспечению. Сахалинцы встают в очереди, чтобы успеть купить субсидированные авиабилеты. За полцены можно слетать в Москву и ряд других городов страны. Такая льгота будет действовать до конца ноября, но только для определенных категорий граждан. Куда можно отправиться со скидкой и кто имеет на нее право, расскажет Сергей Суханов. 25 июля последний день. Южно-Сахалинка Надежда Гурьянова собирается в ежегодный отпуск. Обычно часть лета она проводит у сестры в Геленджике. Билет пенсионерка приобрела с большой скидкой. Успела урвать последний на один из июльских рейсов. Мне повезло. Я взяла последний туда и обратно. Ну сейчас я взяла за 31, но где-то туда-сюда, если по такому тарифу 60, то 65. А вот Виктор Хаид о скидке не знал. Мужчина собрался с ребенком на отдых в Сочи. Папе льгота не положено. Но зато детский билет обошелся дешевле на 16 тысяч. Не подгадывали никак. Билет стоил 31 тысяча, а так получилось 15 тысяч. Слетать за полцены можно в Москву, ряд городов российского юга. Воспользоваться положенной льготой могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет, дети и молодежь до 23 лет. Доступна она и для инвалидов. Первой и второй группы инвалидов детства и сопровождающих их лиц. Авиакомпания «Аэрофлот», «Россия» и «Аврора» обязаны выделить под субсидируемые перевозки до третий мест в салонах эконом-класса. Однако на лето заветные билеты на расхват и некоторые даты уже недоступны. Выделено ограниченное количество мест по субсидируемым тарифам. Сколько точно, мы не можем знать этого. Ажиотаж есть, насколько я знаю, очень большие очереди везде. А поторопиться стоит, потому что на некоторые даты мест уже нет. Впервые летать за половину стоимости жители Дальнего Востока начали еще в 2009 году. Тогда скидка распространялась всего на 18 направлений. Сегодня маршрутов десятки. Кроме того, региональные власти вправе субсидировать авиаперевозки внутри субъекта. Например, жители Сахалинской области со скидкой летают на Курилы. Сергей Суханов, Сергей Сальхов, телекомпания ОТВ. Большинство сахалинцев, которые попадают под весенний воинский призыв, останутся на территории островного региона. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции военный комиссар Сахалинской области Сергей Нестеров. Юноши, которые призываются с территории Сахалинской области, а это не только Сахалин, еще и Курильские острова, в подавляющем большинстве остаются проходить службу соединения в войсках частях на острове нашей области. Убывают граждане, которые предназначены в воздушно-десантные войска. Это Уссурийск. На родине останутся около 400 человек из 550, которых планирует набрать военный комиссариат этой весной. Остальные, помимо ВДВ, пойдут служить на флот и в спецвойска. Также вступило в силу еще одно новшество. Теперь те, кто сразу не попал в армию по состоянию здоровья, могут по желанию пойти позже. Для этого нужно написать заявление и предоставить справки от врачей, что призывник избавился от болезней, за которые его не взяли на службу. Что касается уклонистов, то их число постепенно снижается. Сейчас их около 800 человек. Свою роль сыграло уменьшение срока службы и окрепший престиж российской армии. Студенты главного островного вуза планируют создать свой поисковый отряд. Толчком послужил слет в Хабаровске, где собрались представители поисковиков со всего Дальнего Востока и Сибири. Это первое масштабное мероприятие, которое проводится на восточных рубежах страны. Подробности у Евгения Конькова. От Сахалина и Камчатки до Новосибирска впервые на Дальнем Востоке собрались поисковики из двух самых больших федеральных округов. И островным активистам было о чем рассказать своим коллегам. Больше внимания мы акцентировали еще на наш проект «Вечный полет», по которому мы сейчас выпустили в 2016 году книгу. И в рамках этого проекта мы ставим памятные таблички на местах гибели военных самолетов вне военное время, в послевоенное время. Но особое внимание вызвали экспедиции на самый северный Курильский остров. Сахалинцы устроили презентацию и показали фильм «Шумшу. Второй мировой». Особенно впечатлили работы на острове Сибиряков. Коллеги из Улан-Адэ утверждают, что в составе курильского десанта было много их земляков. Там очень много еще работы, и не каждый может туда добраться. Коллеги из Бурятии очень сильно хотят попасть в нашу «Шумшу». Пообщались с ним, будем в дальнейшем вести переговоры о совместной экспедиции. Очень важной частью слета стала работа с молодежью. Для поисковиков и студентов организовали семинары. От Сахалина приехали студенты САХГУ. Нам рассказали, как создать свой отряд, что для этого нужно. Рассказали о конкурсах, анкетах, как вообще можно помочь нашим сахалинским отрядам. Студенты намерены обратиться к руководству вуза, помочь им в создании отряда. При плотном взаимодействии с сахалинскими активистами поискового движения России ребята уже наметили предварительный план действий. Нужно собрать информацию о заброшенных могилах или постаментах и привести их в порядок. Допустим, я с севера и у нас в парке есть заброшенный памятник. Я думаю, что он обязательно требует реставрации, так как там имена погибших в Великой Отечественной войне. Также поисковики намерены обучить студентов розыску фронтовиков через специальные сайты. Таким образом сахалинцы смогут узнать судьбу своих погибших или умерших уже после войны родственников. Евгений Коньков, телекомпания ОТВ На Сахалине прошел фестиваль «Одаренные молодежи талант». Творческие состязания проходили в течение четырех дней. На разных площадках участники баттлов пели, танцевали, выставляли свои картины, писали статьи и готовили телесюжеты. За ходом соревнований наблюдали мои коллеги. На лице Екатерины Алябьевой усталость. Студентка журфака Сагу вносит последнюю ретушь в сюжет. Творческое задание она на протяжении четырех дней выполняла вместе с подругой Ириной Коноваловой. Девушки еще не знают, что их работа возьмет Гран-при фестиваля «Талант» в направлении журналистика. Для нас дружба, общение, обмен каким-то опытом важнее, чем конкуренция. Поэтому где-то подглядывали, смотрели, но все работы мы не видели. И вот полностью какие у кого задумки, мы не знаем. Требования и к студенческим, и к школьным работам предъявлены самые строгие. Такие требования, которые предъявляют уже к практикующим авторам на таких достаточно серьезных конкурсах. И пока судьи вычитывают статьи и отсматривают работы начинающих акул-пера, на другой площадке в самом разгаре хореографический конкурс. Ломанные ритмы и необычная пластика, заурядными, такие танцы назвать невозможно. По традиции это направление собирает больше всего участников. 60-70 человек. Победила в этом году трогательная история от дуэта «Ноу Нейм». Сопровождал их выступление своим вокалом Дмитрий Новиков. Популярность набирает и новое направление конкурса. Ему всего два года арт-пространство. Принять участие в нем могли фотографы, художники, мастера декоративно-прикладного искусства, писатели и поэты. Пятое направление – театральное. Здесь же соревнуются артисты в оригинальных жанрах. В этом году юбилейный год в университете. Мы отмечаем 20-летие университета, 15-летие фестиваля «Талант». Из года в год фестиваль реформируется, добавляются новые номинации, добавляются новые направления. Принимают участие школьники, дети принимают участие, до 30 лет молодежь. Закрыл марафон талантов и творческих амбиций, дала концерт лучших выступлений. Александра Накипова, Андрей Андросов, телекомпания ОТВ. Сахалинские танцоры взяли гран-при Всероссийского хореографического конкурса «Зеркало мира», который состоялся в столице. Сахалинские искорки приняли участие в состязании, оно проходило по нескольким направлениям. Классические, эстрадные и народные танцы. Искорки блеснули в последние, исполнив две композиции. Каблучный разговор старшей группы коллектива и казачий танец «Варенька» – младшей группы, где занимаются дети начальной школы. Старшие поразили жюри оригинальностью номера. Они исполнили танец без музыки, только под стук каблуков. В основном были первые места, но первый раз мы выиграли гран-при. Глауреаты первой степени были. Что чувствуете, какие эмоции переполняют? Пока усталость не осознала еще до конца нашей победы. Вместе с кубком и грамотами им достался главный денежный приз. Его юные артисты планируют потратить на новые костюмы. Юные хранители народных традиций на сцене киноконцертного зала «Октябрь» подвели итоги областного этапа Всероссийского фестиваля «Казачок». В течение недели ребята состязались в искусстве, фланкировке, исполнении казачьих песен, хореографии. Победителей ждет соревнование с участниками из других регионов страны. На торжественном закрытии фестиваля побывали наши корреспонденты. В ярких костюмах под народные мотивы школьники радуют островную публику уже не в первый раз. О том, каким должен быть настоящий казак, эти ребята знают не понаслышке. Сила, мужество и уважение к чужим традициям здесь свойственны как мальчишкам, так и девчонкам. В этом году на областном этапе Всероссийского фестиваля встретились 160 юных казаков. Эти дети в будущем вырастут во всяком случае людьми духовными, нравственными, людьми помнящими свою историю, отечество свое и готовыми всегда встать на защиту этого отечества. Казачество воспитывает ребяток силу духа, любовь к родине и готовность встать на ее защиту. Школьники продемонстрировали на большой сцене и песни, и танцы, и свою физическую форму. Лучших определили по сумме баллов всех конкурсов. Критериев на самом деле было очень много, потому что были различные конкурсы. Были отдельно конкурсы для мальчиков, это юный, это манец, для девочек, это моя берегиня называется. Потом были конкурсы вокала, где участвует общая группа 10 человек разных возрастных категорий. Участников фестиваля разбили на три возрастные категории. Начальная школа, среднее звено и старшеклассники. Песни и танцы непрофессиональные артисты исполняют, вкладывая в них душу. Занимаясь физической подготовкой, они проникаются любовью к здоровому образу жизни. Для многих практика становится хорошим стартапом на пути к исполнению заветной мечты. Я уже пять лет занимаюсь именно казачьей темой. Мне очень нравится, потому что он воспитывает военный дух, потому что я хочу свою профессию связать дальше с военной. И это, как считаю, подготовка для меня. Победителем областного фестиваля стал ансамбль «Захи». Команда представит свои таланты на всероссийском этапе в августе. А странным казачатам предстоит уже третья встреча с соперниками из других регионов. В прошлом году сахалинцам удалось взять золото на федеральном этапе. Вера Рудакова, Юлия Королева, Андрей Нагорный, Валерия Липкина, Андрей Андросов. Телекомпания УТВ. Праздник Трапсихоры в Южно-Сахалинске завершился четвертый хореографический фестиваль «Импульс нового времени». Более 300 участников со всей области сражались за победы в четырех номинациях. Эстрадные, современные, уличные и экспериментальные танцы. 25 коллективов пытались покоить островного зрителя и завоевать любовь жюри. Команда профессионалов, в числе которых Алексей Арапов, известный хореограф из Москвы, участник многих телевизионных проектов, выбрали лучших в каждой номинации. Первыми среди исполнителей современного танца стал ансамбль «Плейданс». Коллектив «Эдельвейс» из Хомска обошел соперников в эстрадном направлении. Первенство среди уличных танцоров забрала студия «Электроданс» из областного центра. А лучший экспериментальный танец показал «Твой город» из Южно-Сахалинска. Гран-при в этот раз решили не присуждать. Игры, конкурсы и секреты зимней рыбалки в областном краеведческом музее отметили праздник корюшки. Организаторы приготовили представление и дали мастер-класс для самых маленьких. Гости встретились с опытными рваками, а также с человеком редкой профессии – таксидермист. Подробности знает Юлия Королева. Весна и МЧС предупреждают, ожидаются взломы припая. И выход на лед, друзья, крайне опасен. Об опасностях зимнего лова рыбаков-любителей сегодня предупреждает сама весна. Праздник корюшки в областном краеведческом музее не обошелся и без других полезных советов. Календарный рыбный праздник здесь встретили впервые и на свой лад. Решили не отделять корюшку от ее морской подруги Наваги. И объединили чествование двух обитательниц Сахалинской акватории в одно большое народное гуляние. Захотелось какую-то необычную форму работы, связанную именно с особенностью нашего края. А наш край, конечно, славится рыбой, корюшкой и Навагой. Хотелось вот эту изюминку подчеркнуть. Главные гости праздника – дети. Для них и игры, и конкурсы, и увлекательные мастер-классы. Ребята создавали аквариум из цветной бумаги, превращали невзрачные камни в ярких обитателей морского царства и любовались фотоработами, сделанными сахалинскими рыбаками. Я сюда пришла, мне здесь очень интересно. И это потому, что здесь фотография моего папы. Мои родители очень любят рыбалку. Впрочем, советами на праздники делилась не только пришедшая весна, но и опытные рыбаки, экскурсоводы и даже мастер-таксидермист. Он подготовил для гостей лекцию и иллюстрировал ее реальными примерами. Корюшка Навага и другие обитатели моря, сделанные его руками, выглядят как живые. Есть у мастера и необычный экземпляр – крокодил. Что такое таксидермия, для чего нужны чечела, как их делать и что используется. Им все это будет интересно. Естественно, я покажу что-то, как вырезают, из чего вырезают. Пока неизвестно, станет ли День корюшки Наваги доброй традицией для Краеведческого музея. Хотя из первого опыта уже понятно – праздник понравился сахалинцам. За весь день его посетили более 500 гостей. Юлия Королева, Андрей Андросов, телекомпания ОТВ. Футбольный клуб «Сахалин» завершает учебно-тренировочные сборы. Спортсмены провели ряд контрольных матчей и тренировок в Сочи. До первой игры после длинного перерыва остается менее двух недель. В какой форме находится команда, а также о задачах, поставленных перед главным тренером на остаток сезона, расскажут мои коллеги. Под сочинским солнцем команда «ФК Сахалин» восстанавливается в первую очередь психологически. В конце года островитяне остались без первого места стадиона и главного тренера. Последний теперь есть. У руля встал покинувший Сахалин в прошлом сезоне Сергей Булатов. Ему и предстоит воевать за чемпионство дивизиона. Благо, состав в порядке. В лазарете лишь один игрок. На данный момент все тренируются в основной группе, кроме антипинга, который восстанавливается после операции, перенесенной им в сентябре прошлого года. Восстановление проходит планово. Мы очень надеемся, что уже в весенней части он сможет нам помочь. А вот со стадионом все не так радужно. Спартак закрыт на реконструкцию. Космос погребен под снегом. Городской парк отчитывается о ремонте инфраструктуры. Здесь будет новое четырехопорное освещение и дополнительная трибуна на 500 мест. Но непонятно, в каком состоянии находится искусственное поле. Зимой сверху был залит каток, который утюжили грейдеры. Пострадало ли из-за этого покрытие, предстоит выяснить. Но сейчас откапывать нежный пластиковый газон нельзя. Только ждать, пока растает белый покров. Мы почистили дорожки вокруг поля, чтобы тот снежный покров, который находится на искусственном покрытии, мог таять и вода отходить не только в дренажную систему, но и на те асфальтированные дорожки, которые находятся вокруг поля. Само поле мы не прикасаемся, мы его не трогаем. Оно должно растать естественным путем. Из возможных замен тающему космосу называются поля в Корсакове или Холмске. А между тем официальные игры уже совсем скоро. Первые встречи после перерыва Сахалин ждет 14 апреля. В Барнауле команда сыграет с местным «Динамо». А уже в конце месяца островитяне сыграют домашние матчи. Правда, где будет этот дом, пока не ясно. Сергей Суханов, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. В предстоящие сутки на островах ожидается облачная, местами пасмурная погода. В Ахе местами снег, ночью минус 2 градуса, днем до 4 с плюсом. В центральной части облачного, в Александровске-Сахалинском, местами дождь, ночью плюс 2 градуса, днем от 0 до 2 с минусом. В Тымовском пасмурно, дождь со снегом, ночью минус 1, днем до 2 градусов тепла. В Смирныховском районе переменная облачность, дождь со снегом, ночью до минус 2, днем плюс 2, плюс 4. В Оглегорске облачно, осадки, температура ночью 2 градуса с плюсом, днем до 5 градусов тепла. В Паранайске пасмурно, без осадков, температура в течение суток от 0 до 5 с плюсом. В Макарове облачно, облажной дождь, ночью 0, плюс 1, днем до 5 тепла. В Долинске облачная погода, без осадков, местами дождь, ночью плюс 3 градуса, днем до 6 градусов тепла. На юго-западном побережье, в Хомске и Невельске пасмурно, сильные осадки, температура в течение суток от плюс 3 до плюс 6. В Аниве небольшая облачность, дождь, туман, ночью до плюс 3, днем до 10 тепла. В Корсакове облачно, осадки, температура в течение суток от плюс 2 до плюс 6 градусов. На Курильских островах значительная облачность, местами дождь, температура ночью плюс 1, днем до плюс 5 градусов. В Южно-Сахалинске 3 апреля облачно, местами небольшой дождь, ночью плюс 3, днем потеплеет до 7. Как рождаются традиции? Начиная с малого, они передаются из поколения в поколение и становятся частью нашей жизни. Благодаря им мы сохраняем связь с родными и близкими. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции.